здравствуйте уважаемые зрители моего канала наконец-то свершилось это чудо и мы с вами снова встречаемся прошу прощения за столь длительное отсутствие это как обычно как все блогеры просят прощения и так ничего и не делаю но был занят честно признаюсь и до сих пор проходит некий ремонт и я думаю что связи с этим ремонтом через какое-то время будет возможность снимать и место будет и где снимать будет и в общем будет все хорошо поэтому крепимся все вместе и надеемся что пока что ждем когда все это произойдет и будем надеяться что это все будет быстро и еще хотел вам сказать уважаемые зрители мои хотел сказать вот о чем 500 подписчиков спасибо вам огромное что интересуетесь чернильными ручками что слушайте мой гнусавый и сопящий голос очень приятно что 500 человек вместе со мной разделяют наверное красоту и наслаждение написание пером поэтому я говорю вам огромное спасибо буду стараться делать что-то более интересное я надеюсь по крайней мере сейчас делаю такую небольшую может быть студию в которой можно будет осуществить все наши мечты и желания которые я помню я ничего не забыл то что помещал я обязательно сделаю это как вы помните разбор ручки я помню и сравнение ручек которые мы хотим сравнить поэтому огромное спасибо всем подписчикам огромное спасибо что вы меня поддерживаете огромное спасибо за комментарии вопросы сегодня на обзоре новые ручки которые я нашел безграничных просторах алиэкспресс это ручки фирмы как ее называют даже сложно сказать кисют по моему так она называется но боюсь соврать может быть и не так и ручки целая серия ручек пилот а также ручка джинхау поэтому в этой серии в этом сезоне скажем так мы рассматриваем вот эти несколько ручек итак начнем с ручки которая была названа кисют на самом деле эта ручка делира она пришла вот такой вот коробочки упаковочной здесь где написано что это сделано в китае штрих-коды всякие и все прочее открываем коробочку также видим что здесь написано деле коробочка металлическая видите уже заляпанная пальцами это я тут на радость их все открывал написано инструмент для письма за с обратной стороны на ней опять же штрих-коды и прочие надписи китайские значит далее вот лежит ручка в таком пенопласть я бы так сказал но это я уже достал из нее конвертер для того чтобы можно было подписать я не хочу упортить весь конвертер коробочка такая красивая подарочная этот толстый такой пенопласт закрывается и подарок можно дарить стороночку сама ручка сделана из металла я так понимаю что это латунь позолоченная как они пишут но на самом деле вряд ли она позолоченная это видимо что-то такая обработка латуни матовая видимо латунь на колпачке написано война и мир и логотип делили видимо хотя она идет в магазине кисют открываем ручку она на резьбе поэтому большая просьба не если вы покупать всякий русский не дергать можно сорвать резьбу это на резьбе мне тоже нравится что она на резьбе соответственно чернила будут сокнуть меньше далее колпачок опять же металлический никаких болтов там я не вижу но они наверняка есть сама защелка такая средней жесткости тем более что на вот видите как она ходит она видела еще и снимается до качество желает лучшего но можно поправить же правильно чуть-чуть вот так вот сам корпус ручки тоже металлические видите уже на ней появились некие царапины это видимо я открывал ручку уже поцарапал ну вот видимо в этом тоже недостаток и что видно все царапины перо ручки ультра тонкая еф клеймона не стоит написано на пире лайк супер quality и 0 38 миллиметров как говорит китаец само перо конвертер стандартный винтовой ну ничего особенного в нем нет этого назад поставим а сейчас попробуем есть что-нибудь написать и вы посмотрите как она и пишет еще там уже и такси кулочку и такси кулку кукол Продолжение следует... 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 Продолжение следует...